Свой очередной визит в гостиный двор нас просто вынудил понизить цены. Это наше правило. Хотите грамотно показать свое качество? Пожалуйста! В данном случае самое главное качество для нас. Но это качество и это инструменты. Ну почему я плачу за импорт? Плачу, конечно, немного, но при грамотном экспортозамещении, при условиях договора, я могу взять и то, что пишется россиянами. Ау! Хотите продвинуться? Тогда вэлком мой телефон. Плюс семь, девятьсот пятьдесят два, пятьсот двадцать шесть, шестьдесят восемь, шестьдесят пять. Количество сюжетов большое и погнали! Это я, правда, про интернет. Теперь по сути вопроса. Вы знаете, возникает у меня замечательное правило. Дело в чем заключается? Я часть своих сюжетов, большую часть, точнее всю свою часть сюжетов уже отдаю на YouTube. Вот. В YouTube очень странная характеристика, да, там. Если вы взяли какой-то аудиотрек от другой конторы, вам начинают все это дело прессовать. Понятен результат, да? Я бы, конечно, заплатил денежки, если бы у меня был нормальный человек, россиянин. Потому что, ну, это было бы красиво, когда настоящий россиянин мне все это делал. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что россияне, они сами певучие, понимаете? Российские напевы – это просто что-то с чем-то. Вот. Как мы петь-то умеем? Вот сейчас мы начали петь. Возникает дополнительный вопрос. Почему не каждый россиянин может заниматься и делать музыку? Почему такое было? По одной простой причине. Такое было раньше. Потому что то, что вы хотели бы купить, не продавалось. Фактически. И вот сегодня и сейчас вот Нюша, там, потом другие вещи, которые мне очень нравятся. Наконец-таки мы начинаем звучать. По одной простой причине. Все это начинает прицепляться к тому же самому компьютеру. Если что-то вам уже сильно необходимо, вы все это можете засемплировать. А в том числе, вы в городе Магнитогорске, кстати, вот насчет города Магнитогорска, я сегодня не переговорю. Это гостиный двор. И вы зайдете со стороны, получается, восточный вход. И повернете направо. И вот он, павильон Rock and Roll. Где вы все это дело можете себе купить. Вы можете себе купить синтезаторы, вы можете себе купить электрогитары, обыкновенные гитары. Там много чего. Потому что это работает для вас. И наконец-таки рано или поздно такое случится, что ко мне придет нормальный человек, и мы с ним все это сделаем. Теперь про цены. Вы говорите, что все дорого. Отнюдь нет. Хозяину не надо ездить на иномарках. Он простой, нормальный человек. Просто он живет для вас. Никакого космоса нет, и вы спокойненько так себе все и покупаете. Еще раз говорю, не надо думать, что в этом крутом месте все дорого. Нет. Такого нет. То есть здесь гитары, они даже до 100 долларов-то не дотягивают. Почему вы не можете себе такую штуку купить? Конечно, было бы хорошо. Но если вы что-то захотели прозвучать, а прозвучать-то можно, для этого существуют другие вещи. То есть есть и комбешники, маленькие такие усилочки, чтобы можно было понять звучание. Потому что гитара, она хороша, но на гитаре вы показываете, как вы красиво работаете, а комбешники показывают, как вы круто работаете. Вот. К слову, о комбешников, то же самое. К слову, о аппаратуре, то же самое есть. И здесь. Вот. Но даже самая дорогая гитара, ну, мы берем разные гитары, да, то есть, если, допустим, акустическая гитара, вот, допустим, 4400, да, то примерно в сумму в 200 долларов можно купить себе настоящую электрогитару. Помните, круто было, в доме стоял рояль. У вас не было, а у меня в Миндяке было. Я очень хотел научиться. Вот только мама жила в Миндяке, а я в Магнитогорске. И совместить репетитора не получалось. Поэтому, сори, рояль был, а из меня ничего не получилось. Синтезаторы. разные есть. Большие, небольшие, без разницы. Теперь я объясняю суть вопроса. Суть вопроса. Помните, в свое-то время, когда я был еще маленьким тараканчиком, вот, были фортепьяно. Фортепьяно энд рояль. Фортепьяно энд рояль, если вы сможете в пятером занести, это еще будет очень красиво. Как правило, 10 человек. Как правило, фортепьяно вы еще можете домой занести. А вот трояль, у вас такая квартира-то есть? Нет? Нету. Сегодня синтезаторы вам позволяют хорошо работать. И вы можете и для детей их просто взять. Но, поскольку, я человек в возрасте, я могу вещь такую объяснить. Есть такая штука болезнь Альцгеймера. То есть, когда у человека все теряется, когда он даже не запоминает, когда он 250 раз говорит об одной и той же структуре, а вы пытаетесь ему что-то объяснить, но не получается. Так вот, с болезнью Альцгеймера две вещи справляются. Пункт номер один это изучение иностранного языка. Английский язык я знаю, попытался изучить еще турецкий язык. Но с болезнью Альцгеймера вы можете справиться очень просто. Для этого вам необходим синтезатор. Почему я говорю, что синтезатор это классная штука? Вот. Я себе вот такая же штука у меня дома. Вот. Я попробовал кое-что сыграть. Сейчас вам покажу, как это делается. что вы поняли, да? Я это играю одной рукой. Если вы это сможете сделать, то это хорошо. Пункт номер два. Кроме как собачьего вальса. Это в свое время-то, когда я еще школьником был, меня вот научили, я просто это запомнил. Так вот, вот это все дело, вот это все дело я выучил, ну, буквально там за полтора часа. То есть, я стараюсь бороться с болезнью Альцгеймера. Ну, надеюсь, что у меня ее и нет. Ну, вот. Теперь, и вы так же можете делать. То есть, абсолютно штука очень классная, особенно, когда у нее идет подсветочка. А сейчас расскажу. Вам не надо давать крутой результат. Любые сэмплы, это 2-3 октавы для любой композиции. Грамотно оформить их, а это работа синтезатора. Еще грамотнее научиться к октавам еще и сочинять. И без синтезатора никак. Вы хотите крутизны, так подключите его к компьютеру, зафоните так, чтобы было круто и ко мне. Шутка. В эфир. И вы будете крутым. Фортепиано это вещь, конечно, классная, да? Но не каждый это может делать. Хотя, с другой стороны, если вы научились на фортепиано, почему вы не можете играть и на гитаре? Почему вы не можете играть на трубе? Ну, трубы пока здесь нету, но с другой стороны и банджо здесь есть, и скрипки в том числе. То есть, надо понимать, что здесь работают, в принципе, для вас, и цены-то небольшие. Тема это не для пацанов и не для девчонок. Я, конечно, понимаю, что мы далеко не пятая колонна, но я не хочу видеть стареющих перцев, ведь по сути, сколько лет в ваших мозгах, столько и ваш возраст. И зная, что и в 75 человек у 20, я понимаю суть. Моя суть мне по возрасту 14, а по опыту мы, конечно, бы тоже хотели бы создавать инструменты. В свое время были такие штуки. Электроника и вот такие еще радиотехники, это были синтезаторы. Но по сути, событие, да, нормальный синтезатор сейчас делается где? Где? Да в Китае где они делаются? Там 2 миллиарда населения и все в порядке, в принципе, так-то. Вот, это что касаемо синтезаторов. Все остальное это разные вещи. Гитары то же самое. За моей спиной то, что находится. За моей спиной находится, я бы, естественно, взял бы по одной причине. Здесь есть замечательные ветрозащиты. А потому, чтобы это было бы хорошо. У нас есть микрофоны и без ветрозащиты ничего не получается. Ну, к слову о том, что здесь есть. К слову о том, что здесь есть. То есть, синтезатор это хорошо. Но если у вас есть гитара и она должна звучать классно и качественно, то, пожалуйста, все примочки есть. Но, если вы можете что-то скомпоновать, то есть, вы работаете на синтезаторе, кто-то может быть работать на барабане, кто-то может бас-гитарой работать, кто-то может получается на соло-гитаре спеть. И еще кто-то может непосредственно спеть, хотя, если честно, скажу так, петь могут все. Тут вопросов даже нет. То есть, это не я говорю, это говорит интернет, поэтому, пожалуйста, вы это можете петь. И девочки могут петь, и мужчины могут петь. Но единственное, что надо, чтобы вам репетитор все это дело объяснил. К слову о репетиторах, здесь тоже самое вам могут предложить замечательные репетиторы, если вы сюда придете. И в результате, и в результате, все-таки, давайте побыстрее мы это сделаем, а то я хожу и пытаюсь, и не получается никак. То есть, я купил, конечно, штучку, которая все это дело музицирует, но там всего 20 стилей, и больше-то и нету. А мне бы хотелось, чтобы это было круто, чтобы кто-то мне еще сбацал, и очень было красиво. Так что, господа, я вас приглашаю. Так что, господа, это, конечно, круто, когда вы дарите результат, но по сути машины это не кайф. Кайфом они закончили быть в 98 году прошлого столетия. Тогда их покупали, а не брали в кредит. Сейчас грамотнее хобби. Помните, чем вы были? Так вот, работайте для вас. А лучше, чтобы вы с вашим хобби делились с детством, и тогда никакой пятой колонны не будет. Колонна будет, но правильная.